Привет, мои хорошие! Сегодня мы будем говорить об акварели. Если вам интересно узнать, что такое акварельная техника и всё, что с этим связано, то оставайтесь со мной. Акварель в переводе с французского – водянистая. Это полностью характеризует технику акварельной живописи, потому что в краске нет бельев, в отличие от гуаши, составит только пигмент и клей. И за счёт растворения данной краски в воде получается очень тонкий, прозрачный, красочный слой, что делает акварель такой лёгкой, воздушной, приятной и, самое главное, живописной. Цвет не забит белилами и акварель считается одной из самых живописных красок. Развиваться акварельная техника начала аж во II веке нашей эры в Китае, когда была изобретена бумага. Потому что бумага – это основная часть акварельной техники. Потому что в акварели, ещё раз повторюсь, нет белил, нет белого цвета. И выступает в качестве белого цвета цвет бумаги. И мы идём в акварельной технике от светлого, белого, к самому тёмному, постепенно накладывая цветовые мазки. В акварельной технике есть два способа наложения мазочков. Либо по-сырому ла-ля прима, когда полностью смачивается лист, и на сырую поверхность наносятся мазки, при этом они начинают растекаться и перемешиваться между собой, получая красивые цветные переливы. Либо методом листировки, когда каждый слой просушивается, накладываются по слой на мазочки, создавая объём предмета. Это более кропотливая и детальная проработка. И требует очень-очень много времени. Также акварельная техника требует предварительный точный карандашный рисунок. Так как в акварели мы не можем совершать ошибки. Нам изначально нужно очень точно отрисовать предмет, либо объект, который мы рисуем, только потом приступать к акварели. Но думаю, с акварельной техникой всё понятно. Теперь давайте поговорим про материалы. Что же выбрать? Начнём мы с акварельной краски. Как же выбрать нужную нам акварельную краску и при этом не прогадать? Первым делом, что мы должны выбрать, так это, что взять? Кюветы или тубы? Сразу скажу, тубы это вариант не для экономных. Если вы не собираетесь рисовать огромное количество акварельных работ, лучше их отложить в сторону. Когда мы определились, что берём акварель в кюветах, перед нами встаёт выбор, какую же взять акварель детскую, ученическую или профессиональную. Профессиональную акварель, сразу говорю, лучше брать людям, которые на самом деле много занимаются живописью акварельной, тратят на это огромное количество времени и даже продают свои работы для интерьера. Тогда точно стоит брать профессиональную акварель, потому что там дорогие пигменты, которые позволяют сделать достаточно реалистичные живописные работы. Если же вы новичок, то между детской и ученической я посоветую вам взять ученическую акварель, потому что детская акварель, её ещё называют медовой, она подходит действительно только для детского творчества, потому что медовая акварель по составу, конечно, уже давно в состав медовой акварели не кладут мёд, как раньше его заменяют уже другими, более дешёвыми аналогами. Вот этот состав медовой акварели делают очень плотный, то есть красочный слой становится не таким прозрачным и не таким лёгким. И детская акварель всё-таки остаётся в начальных школах и детских садах. Я же советую вам обратить внимание, если вы новичок и только хотите взять себе акварель, то присмотреться именно к ученической акварели, например, к Санет акварели, либо акварели у Адага. Краска недорогая и позволяет создавать действительно достойные акварельные работы. Единственное отличие ученической акварели от профессиональной, так это то, что ученическая, она более яркая за счёт ненатуральных пигментов. А у профессиональной акварели, таких как Невской палитры, всевозможные зарубежные марки, там пигменты идут натуральные, клеевые растворы тоже очень дорогие, поэтому сама по себе краска очень натуральных цветов и приятна в работе в плане наложения цветов. Но ученическая акварель, ещё раз повторюсь, уступает только тем, что пигменты там ненатуральные, за счёт этого краски немножко ярче, чем нужно. Но с этим можно справиться. Когда мы выбрали акварель, переходим к бумаге. Как я и сказала, бумага это основная часть акварельной техники. Бумагу стоит выбирать именно акварельную, тогда точно не прогадайте. Могу дать пару советов, как правильно выбрать акварельную бумагу. Первое, это то, что мы берём бумагу не тоньше 200 грамм. То есть, если стоит на упаковке цифра 160-80, то это точно не для нас, а если 200 и больше, то эта акварельная бумажка точно нам подойдёт. Второе, это нам нужно обратить внимание на состав акварельной бумаги. И если в составе есть хлопок, то смело берите эту бумагу, потому что хлопок помогает более равномерно впитывать акварельную краску, акварельные переливы и не оставляет на себе разводов. То есть, в работе бумага, в которой содержится хлопок, намного-намного удобнее. Ну и третье, на что стоит обратить внимание, так это на текстуру бумаги. Не берите гладкую бумагу. На гладкой бумаге акварель слишком сильно стекает и неравномерно впитывается. Если вы, наоборот, увидите слишком грубую текстуру, тоже не советую брать, потому что на грубой текстуре не получится обрисовать тонкие детали. Эта текстура бумаги нам будет мешать. Советую обратить внимание на полугладкую текстуру, то есть, с небольшой перфорацией. Тогда на этой бумаге будет рисовать одно удовольствие. Вы сможете и наносить равномерно красочный слой, и также удачно наносить тонкие линии. И последнее, о чем мы с вами сегодня поговорим, это о кистях. Для акварели подходят кисти колонок, белка и мягкая синтетика. Колонок кисточка хорошая, хорошо держит воду, упругий ворс позволяет сделать тонкие линии. Белка намного больше держит серию воды, и ее советуют использовать в технике аля прима, когда нам нужно много воды и немножко пигмента. Белочка мягкая, делает очень мягкие мазочки, ей удобно работать акварелью. Мягкая же синтетика, она напоминает колонок, ворс очень упругий, но она держит недостаточно воды, поэтому мягкую синтетику используют именно в технике лессировки, когда нам нужны четкие мазочки, и мы должны контролировать движение красочного слоя, и поэтому используют мягкую синтетику для предотвращения каких-то лишних переливов. И на этом все, спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что это видео было хоть чуть-чуть вам полезным и интересным. Если так, то поддержите меня пальцем вверх, буду очень признательна. Также поделитесь в комментариях, какую акварель вы предпочитаете, какую бумагу акварельную вы выбрали, и насколько нравится вам акварельная техника, например, в сравнении с гуашьей. Всем большое спасибо за внимание, помните, что рисовать может каждый, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok